Мы уже расширились, появились у нас помещения, где вот мы сейчас с вами находимся. Это помещение старушки. Здесь, ну как бы с историей нашего храма, это здание предназначалось для спевок хора, потому что в храме раньше, вот как я застала бабушек, которые пели в храме, еще в 1900-е годы, до революции, после революции, вот они рассказывали, что в храме было три хора. Правый хор, левый хор и праздничный хор. Когда у нас стала реконструкция, отреставрировали все объекты, входящие в храмовый комплекс. Старушка отреставрированная, здание музея, где у нас располагается экспозиция церковного музея с 1560 года и до сегодняшнего дня. И стали думать, что нам, как использовать эти помещения, чтобы они были закрыты. И вот такое в семье у нас было предложение сделать музей. И теперь у нас организовался ансамбль «Жили-были» при храмовом комплексе. Ансамбль включает в себя лиц всех возрастов, от детского возраста и до пожилого. Самой старшей участнице у нас 75 лет, исполнилось в этом году. Постоянно уже у нас сложился коллектив. Кто не имеет таких способностей и не располагает времени, принимает участие в экскурсиях, проводит экскурсии, принимает участие в гуляниях. И вот сегодня у нас праздник Масленица. Вот одну экскурсию у нас проводит отец Пётр, вторую экскурсию Надежда Николаевна. Это наша предложанка, тоже уже в пожилом возрасте. Экскурсии практически проходят каждый день. Каждый день, даже не только выход на праздники. Круглый год, кроме первой недели Великого Поста и Страстной недели. В здании Воскресной школы организовали мы вот еще дополнительный музей. Он интересен и детям, и взрослым. Музей народной промыслы. Восемь видов народных промыслов. Вот все они экспозиции. Каждая экспозиция есть мастер-класс. Опять же и взрослым, и детям. Это очень нравится. Сегодня на Масленичной вот этой неделе мы мастерим кукол закрутер, кукол столбушек, куклу масленую. Заготавливаем тряпочки, опять же, со своим коллективом. И просто вот так ее будем пеленать. Так, как в детстве. Каждого ребеночка наверняка пеленали. Одеваем платочек, вот так, чтобы наша куколка не замерзла, чтобы ей было тепло. И кладем вот так вот ее в одеялко. Ниточки там беленькие? Есть. Есть ниточки беленькие. Ленточка атласная есть? Есть. Получился столбик вот такой? Да. И вот среди белых ниточек у нас есть две длинные. Берем одну длинную ниточку. Взяли ниточку, большую одну беленькую ниточку, и посередине перевязали. Скрутили коврик наш, чтобы он не разворачивался. Извязали на узелок.